Обратился к нам человек, которому просто агрегатор насчитал. Он смету нарисовал, то есть бурение, все-все-все. И по итогу получилось там 336 тысяч. Это скважина и обустройство с кессоном на два дома. При общении с ним, разбирая смету, разбирая альтернативные способы, где там метры были завышены, где там что-то как то-не-то. Но в результате мы вместо 336, уже выполненная работа в Можайском районе, выполнили за 230 тысяч. Разница оказалась 106 тысяч. В нашей отрасли встречается такой класс наших партнеров, агентов, агрегаторы и спекулянты, которые не имеют буровой техники своей и не имеются их бригад. Просто заводят ребят сайт и пытаются распределять заказы, продавая их буровым организациям и так далее. Часто это делают те, кто частично как-то связан, например, имеют систему обустройства или хим-водоочистки, но самого бурения нет, раздают бурение своим партнерам. Здесь ничего такого плохого-то нету, по большому счету. Просто каждый должен себя принять для себя. Допустимо ему связываться с спекулянтом-агрегатором, например, с информационной, или все-таки лучше обратиться в первые руки. Потому что какие плюсы? У них есть, конечно, как плюсы, так и минусы. То есть они в рынке хорошо более-менее ориентируются и снимают с вас задачу распределения, к кому вы обратитесь. То есть если вы позвонили из Серпухова, то они, конечно, будут вас пытаться продать серпуховским, то есть буровым организациям. Если у Сергея Посада, они из своих партнеров уже будут предлагать этот заказ. Но должны понимать, что это не бесплатно. К вашим затратам приклеится их комиссия. И, соответственно, произойдет разделение ответственности, разделение границы ответственности. То есть какая-то фирма пробурила, потом какая-то фирма начинает обустраивать, и какая-то фирма делает дальше потом хим-водоочистку, и кто-то делает, продает вместе с набором канализации вам еще предлагают. То есть, в принципе, нельзя так сказать, что это совсем уже недопустимо. Это своего рода риелтор-помощник. Но надо прекрасно понимать, у вас же есть альтернативный сценарий сразу обратиться в буровую компанию и не приклеивать себе, грубо говоря, посредник. Я вам такой совет дам, может, кому-то он и поможет. Вы когда столкнулись с агрегаторами, попробуйте найти буровую организацию и переслать, как сказать, смету. И пусть прокомментируют, например. Или не переслать, а имея несколько на руках смет различных, обратиться кому-нибудь за советом, кто уже имел такой опыт взаимодействия. Я думаю, что любой выбор, исключающий дополнительных посредников, он приведет к тому, что вы реализуете задачу свою дешевле и, самое главное, лучше. И не будет перетягивания одеяла на себя, кто виноват, если что-то не работает. Разбавление ответственности не произойдет. На примере, чтобы это было понятно, недавно выполненная работа, обратился к нам человек, которому просто агрегатор насчитал. Он смету нарисовал, то есть бурение, все-все-все, и по итогу получилось 336 тысяч. Это скважина и обустройство с кессоном на два дома. Все это при общении с ним, разбирая смету, разбирая альтернативные способы, где метры были завышены, где что-то как, то-не-то. Но в результате мы вместо 336, уже выполненная работа в Можайском районе, вот заказчику привет, выполнили за 230 тысяч. Понимаете, разницей оказалось 106 тысяч, да, то есть качество хорошее. То же самое, он получил эту воду, какую хотел, опросили соседи, посмотрели, какая самая лучшая вода, у кого реализована, сделали копию. Скважина получилась небольшая совсем, да, кессон пластиковый и разводка на два дома. И вот видите как, по большому счету, немножко приложив усилий, попробовав поискать дальше, поглубже, человек и деньги сэкономит, и получит совсем другого качества работы, которая будет безразрывно, одними руками сделана, в одно время. Не надо ему торчать в этом, на этой даче ждать, пока кто-то приедет, одни, потом вторые, потом третьи. Так что все это гораздо лучше получается, если вы не сразу принимаете решение, а побегаете, поспрашиваете, обменяетесь ранее полученными сметами со следующими потенциальными подрядчиками. Это у вас, так сказать, приведет небольшие усилия, приведет к очень хорошему результату. Так что в первом приближении призываю собращаться все-таки к конечным исполнителям, минуя любых посредников. Хотя, право, раз на небе зажигают звезды, значит кому-то нужно. Раз живут спекулянты-посредники, значит кому-то они нужны. Так что так вот выглядит мир. Субтитры создавал DimaTorzok